Отражение. Это известнейшая задача. Уголковый отражатель. Может быть, вы видели на машинах, иногда сзади такие ставят, велосипедисты, такие штуки применяют. Правда, он здесь не для пространства нарисован, а для полости. Представьте себе, что луч падает на стенку, отражается и еще раз отражается. Докажите, что на самом деле вот эти две прямые параллельны. Что значит отражаться? Это означает, что вот эти уголероны. Если здесь отражаются, значит, вот эти уголероны. Докажите, что эти прямые параллельны. Конечно, у этой задачи есть и пространственный вариант. Он такой. Есть три взаимно-предигулярные зеркала, сходящиеся в одной точке. И луч отразился относительно каждого из них по очереди. Докажите, что он отразится по правильной стороне. Между прочим, один из первых экспериментов, который был связан с Луной, когда туда смогли долететь, связан именно с уголковым отражателем. А именно на первый луноход, это станция, в которой мы сумели запрошить на Луну, на этот самый луноход поставили такой отражатель, и дальше светились с Земли и получили отраженный. Так сумели измерить расстояние до Луны. Это внутренние односторонние или секущие? И что? Есть такая тема, что если внутренние односторонние углы суммы образуют 90 градусов, то... Покажи ты сам углы-то. Вот этот? Какой этот? Нет, задача простая. Дорисовать, так сказать, отравить для начала треугольник с углами треугольника, можно и его отравить еще? Их еще раз отравить. В общем, получится? А параллельная сторона параллельно. И параллельная сторона, а и уголовная сторона параллельно. Я понимаю. Все поняли? Да. Спасибо. Ну, во-первых, вы правы. Во-вторых, конечно, обычно делают так. Когда есть вот эта прямая, то не отражаются вот так, как вы нарисовали, а просто разрешают ей проходить, что называется, сквозь это зеркало. И давайте подумаем, что тогда будет. Вот если представить, что у нас проходит через это самое зеркало... когда угол, от которого треугольник образуется отражение, он будет конкурентен? Да. А, смысл так, вот я нарисовал, да, и теперь, так, теперь интересный вопрос, что это за... Вот если она первый раз оказалась, это второй раз оказалась, да? Я не знаю, как это нормально нарисовать. Ну, вообще, собственно, так же, как бы... То есть рисуется здесь, понятно, да? Рисуется здесь, здесь, и продолжаем. Ну, мне кажется, что вот на самом-то этот треугольник такой же, как этот. Вот. То есть можно было рисовать ваш ром не здесь, а вот здесь. Понятно, да? Мне кажется, что так было бы естественно. Хотя, в общем, так важно. Интереснее другое. Как с пространством? Представьте себе, что у нас есть три плоскости как патикулярные. Что это значит? Примерно так, да? Х, Y, Z. И у нас есть какой-то луч света. Не очень понимаю, как я его сейчас могу нарисовать. Вот как-то так. Вот он прилетел, ударился в эту плоскость. Вот. Отразился от этой плоскости. Ударился сюда, отразился, ударился вот об эту. И после этого отразился. Вот, оказывается, они будут проленены. И в третьем отражении, как он отразился? Как он отразился? Он отразился не от Y, а от плоскости. В первый раз от плоскости Y, Z. Да, это понятно. Второй раз от X, Y. А в третий раз от X, Z. Ага, тогда понятно. Ну, я нарисовал ее отвратительно плохо, конечно, но не в этом дело. А в том, что решит ее лечь, чем рисовать. Ну, погодите. Потому что, когда родился от Y в плоскости, он же должен был пойти не на нас, а от нас, наоборот. На нас и не внушает. Значит, так, я уберу эти линии, потому что я не хочу сейчас обсуждать, как вы ее художник. Это не хорошая картинка, это просто правильная форма. Слушайте, говоря, нужно бы провернуть такую же операцию, только в третий раз. Нет, не нужно. Я именно для того это и говорю, что вот эти вот операции не нужны. Пока легко нарисовать ломб, то, конечно, можно нарисовать ломб. А здесь надо уже рассуждать без всяких ромбов. Ребята, сейчас совсем легко. То есть вы сдвигались настолько-то и настолько-то вниз, так? Замечательно. Кстати, давайте поймем, что это было за верт. Вы сдвигались вниз и налево, так? Давайте, так будет. Верния на все А минус В. А и В положительные числа. Скажите мне, пожалуйста, когда он отразился, это что стал за верт. А здесь это А минус В. А это Абсциссия. В это ордината. По-моему, понятно? А минус В. Он был минус А минус В. А теперь вверх идет сюда. А минус В. А минус В. Понятно? Да. Отлично. А теперь, когда он еще раз отразился? А В. А чем отличается? А, В, а минус А минус В. Он еще раз отразился. Знак. Один направлен вот так, а другой ему противоположен. Да. Поняли? Угу. Все вообще. А теперь здесь был какой-то вектор. Минус А, минус В, минус С. Что происходит при отражении относительно какой-то плоскости? Один из вас меняется. Вот, например, если отразились относительно плоскости Y, Z, то меняется знак при X. Понимаете? Да. Ну. Отразились после этого относительно плоскости X, Y. А я во все предыдущие. Меняется знак при Z. Получается А, минус В, С. Отразились относительно X, Y. Поменялся знак, поменялся знак, да? Да. И все стали плюсы. Получилось А, В, С. То есть, сделав три отражения, вы из минус, минус, минус получили плюс, плюс, плюс. Это значит, что вот эти два вектора противоположные. Понятно. Ну, ты знаешь, что они вот и есть. Параллельные. Параллельные. Правда направленная по другому. Размонаправленная. Направленная в противоположные стороны. В противоположные векторы. Так. Все понятно? Да. Молодцы. Ох, тут даже написано слово. Называется катафот. Уголковый отражатель. Еще. Все в жизни видели пример этих уголковых отражателей? Нет. Да. На левом сетке. Вернее, в лабиринте. В шинчатке. Нет. Реально. Такие вот. Маленькие красненькие. Я видела на автомобиле. А, на автомобиле. Нет. На автомобиле сзади обязательно ставят. Идея простая. Если вы ночью едете, ну, конечно, положено там включать всякие там фары и так далее, но, в принципе, вот вы едете и представьте себе, что перед вами едет машина. Что будет, если вы едете с большей скоростью? Вы в нее влежите. Вы в нее влежите. Что нужно, чтобы вы в нее не влежите? Нужно, чтобы ее видели. Самый простой способ сделать, чтобы вы ее видели, состоит в том, что у вас есть фары. Понятно, да? Когда вы едете ночью, вы освещаете путь перед собой. Они дают поток света. Этот свет попадает на отражатель, который установлен сзади на машине. Обычно это делается не в виде одного большого отражателя, а в виде многих маленьких, в виде такой пластинки сделанных. А еще, кстати, ну, с загородом на трассах тоже бортики такими штуками сделаем. С загородом на трассах тоже бортики с этими сотражателями. Где поворотики? Там вот, чтобы не влезать в ночью. А когда поворотики? Ну да. И вот это. Ну, логично. Да. Логично. На самом деле, я являюсь абсолютно сторонником того, чтобы просто в обязательном порядке такие штуки нашивали на одежду люди. Я не знаю, что я не знаю, что количество людей вообще-то каждый год гибнет из-за того, что водитель просто его не улетел. Понятно, да? Кстати, какую одежду должен носить нормальный человек? Ну, зло или мастер. Знаете? Да. Яхту, конечно. Потому что, если у вас, скажем так, желтая куртка или, не знаю, голубая, или, не знаю, какая-нибудь там светло-зеленая, что-нибудь такое, да? То замечательным образом вы видны. Если у вас серая куртка, серые штаны, серая шапочка, то водитель искренне воспринимает вас за кусок грязи на дороге. Потому что, вообще-то, водитель едет с достаточно большой скоростью, и ему не так просто анализировать. Ребята, люди же убивают на дорогах других не потому что хотят этого, а потому что не заметили. Ну, или там какая-то проблема с автомобилем, потому что сломалась, или просто не заметили. А чтобы вас заметили, есть простое правило, покупайте яркую одежду. А зачем вообще тогда серую делу? Серую делу для воспитательных целей. важно, чтобы все люди не выглядели. Понимаете, если вы, если бы вы посмотрели на то, как были одеты в Советском Союзе люди, то вы бы сейчас просто пришли к ужасу. Потому что там все пальто были действительно серые, максимально все было. Как же дефицит? Нет! Да нет же! Это же дефицит возникает от человеческой глупости, а не наоборот. Нет, это было просто, что? Это для, чтобы отличать массовое общество от кого-то. Это потому, что хотели коммунизм сделать? Да, для того, чтобы отличать массовое общество. Приучать людей к серости. Дайтесь, как было принято в Советском Союзе, все надеть одинаковые серую одежду, и вы вдруг почувствуете, что что-то изменилось. Я, кстати, не против серого цвета. Моя кофта она серая, но она серая именно потому, что у них там, понятно, да, что это всего лишь один из цветов. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают.